Боужуо, мои дорогие! Ох, какой сегодня замечательный день, лично для меня, потому что сегодня день учителя. И как ни странно, эта профессия меня преследует уже очень давно. Я говорила неоднократно, что я работала уже довольно долго с детьми. Это была самая первая работа, я была репетитором, и французский язык достаточно глубоко вошёл в мою жизнь. Ну, вы знаете, если меня смотрят такие же, можно сказать, учителя, я хочу вас тоже поздравить с этим замечательным днём, подарить вам счастье, здоровье и улыбок, чтобы ваши ученики вас всегда радовали. И вы меня тоже, пожалуйста, порадуйте вашими результатами. Ну и, конечно, сегодня я решила для вас подготовить такую тему, которая посвящена школе. Школе, образованию и каким-то таким маленьким моментам. Ну и так, приступим. Сегодня, конечно, у нас немножко будет неформатное видео. Я не стала делать слайды Powerpoint, решила вживую практически провести этот урок в виде карточек, поэтому не судите меня. Так, ну что, поехали. Первое слово, которое нам необходимо запомнить, это учитель. Так, следующее слово, которое необходимо нам освоить. То есть это ученик, да, разумеется. Эн-э-лэвв. Эн-э-лэвв. Повторяем. Эн-э-лэвв. 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 Надеюсь, вам видно. Так, дальше следующее слово, которое такое, да, мы все через днё проходим, это школа. Самое важное слово. Ле-кол-ля. Ле-кол-ля. Повторяем. Ле-кол-ля. Ле-кол-ля. Повторяем. Ле-кол-ля. Угу. Молодцы. Так, следующее слово, которое необходимо нам тоже узнать, это образование начальное, среднее и высшее. Во Франции очень сложное образование, сложнее гораздо, чем в России, и достаточно много времени они тратят на обучение, и потом получают действительно стоящие профессии, и у кого есть профессия, тут получают достаточно приличный заработок. Так, ну что же, поехали. Само слово образование. Ле-кол-ля-н-с-е-ни-м-ан-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н- Повторяем. Так, дальше. Среднее образование, то есть вот эта вот строчка, да. Ни в коем случае не секундер. Это исключение. Повторяем. Это среднее образование. Ну и, наконец, выше. Институт и так далее. Л'энсенимент супер-еу. Рене читается. Л'энсенимент супер-еу. Л'энсенимент супер-еу. Ну, вроде видно. Так, дальше следующее. Учебный год. То есть не совсем как бы учебный год. Именно школьное обучение. То есть я говорила. Значит, школьное обучение это Ля-С-КО-ЛЯ-Ри-ТЕ. Ля-С-КО-ЛЯ-Ри-ТЕ. Так, следующее. Ну, в любом учебном заведении всегда есть важный там директор, ну или разберём так в школе, да, директор. А директор, это получается у нас ле директор, ле директор, ле директор, но это лёгкое слово, поэтому вы его освоите очень быстро. Ле директор, ле директор. Отлично. Так, переходим к таким вот более словам уже за пределы, хотя нет, ещё одно слово есть. Школьное. Это связано у нас с предметом. Ля матьера. Ля матьера. Ля матьера. Это любой школьный предмет, да, который мы изучаем. Ля матьера. Ля матьера. Ля матьера. Поехали. Ля матьера. Ля матьера. Ну и теперь мы переходим за пределы образования, точнее школьного, да, мы переходим там в лицей, колледж и немножко подальше. Так, дальше. Вот слово лицей, например, обычно у нас выбирают после девятого класса ученики. Лицеи, колледжи и так далее. Лю лицей. Несмотря на то, что здесь Y, да, но оно вообще и читается как Y, читается лицей, да. Лю лицей. Для тех, кто не знает, что такое лю, это артикль мужского рода. Во французском языке два рода, женский и мужской. И, соответственно, мужской род нам указывает на лицей, да, но некоторые слова не совпадают. Лю лицей. Лю лицей. Лю лицей. Лю лицей. Лю лицей. Молодцы. Так, всё замечательно у нас. Колледж. Колледж. Ну, тоже такое слово. Во франце вообще так устроена у них жизнь. Они считаются, по-моему, у них вообще первый класс начинается с одиннадцатого. Если у нас в России, ну и вообще, наверное, в других, может быть, странах, ну, будем говорить про Россию, да, то начинается с первого класса. Мы уже приводили первый класс, второй класс, третий класс, да, но потом, потом они переходят дальше. А вот по франции с одиннадцатого класса. И самый первый класс выпускной. То есть там всё так. Так. Лю колледжа. Поехали. Лю колледжа. Лю колледжа. Повторяем. Лю колледжа. Ещё разочек. Лю колледжа. Лю колледжа. Лю колледжа. Ну и, конечно же, сразу же после колледжа, университет, институт. Ну, я решила университет взять. Люниверситет. Повторяем. Лю-ни-вер-си-те. 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 Вроде как бы видно, да? Так. Ну и теперь карточки закончились, да? Я решила с вами разобрать фразы. Фразы, посвящённые конкретно тематике образования. Но фразы будут на слух. Хочу, чтобы вы запомнили их на слух, повторили, как услышите. Несколько раз ещё перемотайте видео, просмотрите, чтобы было продуктивно, без карточек, да? Итак, поехали. Самое первое предложение, которое нам необходимо взять, разобрать и так далее. Дети идут в школу. Итак, поехали. Un, deux, trois. Les enfants vont à l'école. Повторяем вместе со мной. Les enfants vont à l'école. Les enfants вместе со мной. Vont à l'école. А теперь попробуем вместе сгруппировать. Les enfants vont à l'école. Молодцы. Следующее предложение, которое... или фраза. Дети поступают в колледж. Сразу же, да? Поступать, это как входить. Antre. Поехали. Les élèves entre au collège. Давайте вместе. Les élèves entre au collège. Les élèves entre au collège. Поехали еще разочек. Les élèves entre au collège. Превосходно. Так, следующая фраза. Образование обязательно до 16 лет. Во Франции лично так. Les élèves entre au collège. Начинаем уже повторять, прослушивать. Les élèves entre au collège. É obligatoire jusqu'à six ans. И еще раз вместе. L'enseignement est obligatoire jusqu'à ce temps. А теперь прежде всего вместе и быстро попытаемся хотя бы, да? L'enseignement est obligatoire jusqu'à ce temps. Превосходно. Они заканчивают свою обучебу, я уже оговариваюсь. Они заканчивают свою учебу. Просто заканчивают ее, да? Получается, значит, так. Il termine ses études. Il termine ses études. Давайте помедленнее. Во-первых, они-то il termine-то заканчивают. И дальше учебу ses études. Хотя, наверное, я оговорилась лучше лезетюд сказать. Il termine ses études. Поехали вместе. Il termine les études. Il termine les études. Повторяем вместе. Il termine les études. Вы молодцы. Так, не знаю, данный метод, мне кажется, такой интересный. Поэтому, что можно у нас еще разобрать? С какого возраста дети принимаются, ну, допустим, в школу, да? И как мы скажем? А partir de quel âge les enfants peuvent-ils être admis? Это длинное предложение. Я его специально решила с вами разобрать. Поэтому вместе со мной. А partir de quel âge les enfants peuvent-ils être admis à l'école? По слогам давайте. A quel âge, повторяем. Les enfants peuvent-ils être admis à l'école? А теперь мы пытаемся это вместе. А partir de quel âge, повторяем. Les enfants peuvent-ils être admis à l'école? И еще разочек. A partir de quel âge les enfants peuvent-ils être admis à l'école? А теперь побыстрее это произнесем. Вместе и, как мы услышали, да? С какого возраста дети принимаются в школу? A partir de quel âge les enfants peuvent-ils être admis à l'école? Ну, думаю, уже конкретно. Образование во Франции, оно бесплатное, да? Ну, это короткое предложение, более короткое, чем первое. L'enseignement, известное слово нам уже, да? L'enseignement en France est gratuit. Еще разочек. L'enseignement en France est gratuit. Бесплатное это gratuit. Повторяем. Gratuit. Gratuit. А теперь все вместе. L'enseignement en France est gratuit. Попытаемся произнести. L'enseignement en France est gratuit. L'enseignement en France est gratuit. Отлично. Следующее предложение, которое можно нам заучить. Какая система оценок в школах Франции, да? Quelle système de note j'ai-tille à l'école française? Францезе – это французская школа. Во французской школе какая система оценок, да? Quelle système… Поехали. Quelle système de note j'ai-tille à l'école française? Оговорилось, простите. Quelle système… Поехали. Y'a-tille à l'école de France? Quelle système j'ai-tille à l'école française? Или «l'à l'école de France», можно и так сказать. Как участвуют в жизни школы родителей? Как они участвуют, да? Comment, так как, comment les parents participent à la vie des enfants? Можно так сказать. Или даже можно сказать «scolaire». Comment les parents participent à la vie scolaire? Давайте вместе. Comment les parents participent à la vie scolaire? И теперь попытаемся произнести более медленно. Comment les parents participent à la vie scolaire? Произнестим это вместе. Comment les parents participent à la vie scolaire? Сколько учеников обычно в классе? Сколько учеников набирают в класс, допустим, да? Combien de l'e-v-e-v-e-tille-de-bitude-an-class? Дебitude – это обычно. Combien de l'e-v-e-v-e-tille-de-bitude-an-class? Попытаемся произнести четко, бодро и медленно. Combien de l'e-v-e-v-e-v-e-tille-de-bitude-an-class? Ну что же, урок закончен. Желаю вам прекрасных выходных, чтобы все было замечательно. И праздник удался, да? И хочу, конечно же, услышать ваше мнение. Как вам больше нравится принимать наши уроки? С помощью презентации в PowerPoint или вот так вживую. Надеюсь, я вас не разочаровала. Очень старалась сделать урок живым, красочным, чтобы поднять вам настроение и передала настолько как бы свою энергию добрую, да? Можно так сказать, чтобы вы улыбались и изучали французский с улыбкой. Ну что же, с вами была Евгения. Пока-пока!